Друзья, всем привет! Вы на канале Дачный Умелец, с вами Сергей. Как вы знаете, я живу за городом и у меня появилась потребность в обновлении ограждения. Мой забор пришел в негодность. Да и забор-то изначально делался как времянка, то есть собирался из различных остатков профлиста. Я прошелся по нескольким сайтам и, конечно, был сильно удивлен, как дорого стоят заборы. Поняв, что за забор придется заплатить немаленькую сумму, я решил более детально изучить этот вопрос. Ведь для нас, как для покупателей, самое главное, чтобы забор простоял не один десяток лет и не требовал постоянного ремонта. И вот как раз сегодня мне хотелось бы с вами поделиться некоторыми нюансами при выборе такого забора. Итак, мой выбор пал на глухометаллический забор из профлиста. В процессе поиска мне стали попадаться статьи, блоги, плюс у меня еще знакомый, кто работает в металлопрокате. И везде рассказывается о том, что продавцы заборов обманывают клиентов на толщине металла. Ведь всем понятно, что чем толще металл, тем больше в нем цинка, значит он прочнее и долговечнее. Обман заключается в том, что клиент заказывает забор из профлиста толщиной 0,5 мм. Продавец на словах, да и даже в договоре указывает, что да, толщина профлиста 0,5 мм. По факту же, когда приезжают и монтируют профлист, то он толщиной 0,3-0,4 мм. Поэтому только замер сможет подтвердить толщину металла. В поисках надежного подрядчика я посетил несколько рынков, также был в некоторых компаниях и взял образцы. Сейчас я вам, друзья, покажу, как при помощи микрометра можно измерить толщину профлиста. Друзья, набрал огромное количество образцов и хочу вам сказать, что все эти образцы на глаз выглядят одинаково. Вот, смотрите. Ну и давайте измерим толщину при помощи микрометра. Микрометра покупать не обязательно, можно попросить у знакомых, либо взять в аренду. В моем случае это электронный микрометр, так как он максимально точно показывает толщину металла. Включаем, доводим трещоткой и обнуляем. Я обнуляю всегда, даже если у нас на табло показываются все нули. И теперь можно приступать к замеру толщины металла. Давайте зеленый образец замерим. Толщина 0,42. Это вполне хорошая толщина, оптимальное соотношение цены и качества. Такой забор простоит в среднем 10 лет. Так, давайте коричневый замерим образец. Толщина 0,38. Как видим, все толщины разные. Давайте следующий образец измерим. Тоже коричневый. Посмотрим, какая здесь толщина. Толщина 0,30. Здесь хотелось бы сказать, что забор из профнастила с толщиной 0,3 мм и тоньше подходит только для временного забора. Так как он в среднем может прослужить 2-3 года. Ну и давайте замерим красный образец листа. Посмотрим, какая здесь толщина металла. Как видим, толщина металла 0,52. Именно эта толщина листа самая лучшая для долговечного забора. С толщиной 0,5 мм забор может простоять около 20 лет, не потеряв свой первоначальный вид. А главное, что с такой толщиной листа можно быть уверенным, что при порывах ветра забор с профлистом толщиной 0,5 мм не завалится. Друзья, мы убедились, что все листы имеют различную толщину. И на глаз определить 0,3 или 0,5 мм, конечно, невозможно. Поэтому только замер может подтвердить факт толщины металла. Друзья, ну и что хотелось бы сказать в заключении. На 100 метров забора разница в цене толщиной металла 0,3-0,5 мм составляет приблизительно 50 тысяч рублей. Именно такую сумму я переплачу, если недобросовестный поставщик не докажет при мне факт толщины металла, прописанный в договоре. Вы готовы подарить свои деньги? Лично я нет. Поэтому продолжаю поиски надежного поставщика и качественного забора. И вам желаю не дать себя обмануть. Ну а мы на этом будем заканчивать. Напишите в комментариях, сталкивались вы с такими проблемами. Пользуясь вы микрометром или не пользуетесь. Всегда раз вас выслушать и ответь на ваши комментарии. На этом все. Всем пока. До новых встреч.